А потом я проснулась на следующее утро и сказала, что нам нужно сделать ремонт. Стив и Сабрина лайкнули нашу фотографию. Мы со Сьюзан заключили соглашение об уступках. Люблю тебя. Я тоже тебя люблю. И ты знаешь, что для этого нужно? Ты мазохист. Нет, этого требуют обязательства. Что случилось? Каждая частичка меня несчастна. Несчастна? Несчастна? Что, что, черт возьми, я должен сейчас делать? Должно пройти время. Как давно ты приходишь сюда? Пятнадцать лет. Ты тоже? Чем ты сейчас занимаешься? С этого момента я думала о своем разводе, как о пробуждении. На самом деле я пытался взглянуть на развод по-новому. Почему бы не устроить вечеринку? По случаю развода. Я хочу понять, как у меня нормального парня на вечеринке будет только один гость. Нейт, пожалуйста, посмотри на свое приглашение. Чипсы и соус в отеле Саванна – это не вечеринка. Это выглядит жалко. Хочешь устроить классную вечеринку по случаю развода, относись к этому, как будто... Как будто что? Как будто это твоя свадьба. Хорошо, ты готов к этому? Тогда ура! Живи своей жизнью! Пусть бывшая станет мне ненавистна. Я никогда ничего не стыжусь. На самом деле я рассылаю приглашение на празднование своего развода. Я хотел бы заказать набор пивных кружек, стол для пинг-понга и 65-дюймовый телевизор 4К Ultra HD с абсолютной пикселизацией. Свадьбу отмечаете? Нет. Развод. Свадьбу отмечаете? Это будет много!